Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Краткое резюме по матчу вообще? Если краткое, то счет ничейный. Это самый краткий. Меня этот счет устраивает. Зная о том, что команда «Пафи» выбрала спортивный принцип, выходя в 1-й дивизион. Что и радует. Наверное, так. Хотя они могли и сразу быть в 1-й дивизион. Команда крепкая, но мы с ней играли в Раменском. Мне сегодняшняя команда больше понравилась, чем в Раменском. Я не знаю почему. Может быть, изменения игроков. Хотя там игроки, наверное, были подобраны в 1-й лиге, а эти футболисты подобраны к выполнению задачи. Но мне больше эти футболисты понравились. Сейчас поинтереснее. Да, и интереснее, конечно, игра таких. Достаточно красивая. В основном соперник контролировал мяч. Мы старались играть, будем говорить, своими качествами. Отбирая мяч, хотели проводить быстрые атаки. Но то, что мы взяли в силу Форостова, оно сработало. Он еще пробовал в силу. Да. Он человек, который во 2-й лиге себя проявлял. Он был лучшим бомбардиром. Но это было давно. Он все равно был. Он знает, как забивать. Умеет. В частности, бьет поворотом. Это уже важно. Гол забил исполнение штрафного. Ну, вот опасного. Не столько там помогает, будем говорить, в какой-то скорости. Но достаточно шокный футболист, который нацелен на ворот. То, что там не забил Женя. Женя Поварнин. Это молодой панк, который пришел к нам с Губкина. Он, будем говорить, только постигает азы футбола. Может быть, когда-нибудь, если стараться будет, будет играть в футбол. Ну, более-менее наконечник. Пускай даже Поварнин не так был заметен сегодня. Он был у него в момент. Он, конечно, не прочувствовал, как надо нападающими. А вот под нападающими, конечно, разрыв чувствуется. Ну, чтобы убрать в такую систему, я же не могу играть. Сильжук, Селиванов. Они, конечно. Ну, они дополняли. Конечно, связка Сильжук-Селиванов. И ее долго мы ей связывали. Будем так говорить. Сначала связывали Абельянова, Селиванова. После связывали Сильжука. Сейчас связываем Фаустова с Поварнистом. Все это время. Может быть, оно и сработает. Когда-нибудь к концу сезона они уже сыграются. Будут друг друга чувствовать. Но все равно. Ну, Женя еще выбор позиции. В каком плане? Вот у нее два момента было там во фронте. Здесь правильно выбрать партнера надо выбирать. Ну, туда длинную передачу сделал. Самое простое. А выбрать партнера, вот, очень важно, штрафное. Поэтому работать надо ему, конечно. А что касается нашей команды. Ну, он у нас. Вы прекрасно знаете. Я имею в виду Александр Анатольевич Валсов. Ну, не секрет. У нас сейчас кадровые проблемы есть. Вот. У нас, в общем-то, на замене футболистов недостаточно. Да и те, которые выходят, они нам не помогают. Ну, их, да, это ослабляет. Вот. Поэтому, если касается сегодняшней игры. Ну, еще выпали два-три человека в этой команде. Которые стартовым составом выпали. В частности, Киселев. Сражался не то, что не самый лучший. Наверное, самый худший. Может быть, тоже вот. У него оппоненты там были. Серьезные в центре. Серьезные. Ну, Алексей может играть. Не знаешь, что. Стушевался. Может быть, какая-то вот. Ну, он тоже молодец. Такая. 92-го года, как бы. Ну, он может больше, я скажу. Может больше. Может. Не получилось. Вот так. Плюс опытный игрок Слава Лыском, которому было поручено в стандартных ситуациях работать именно с Антипенко, наверное. Правильно называют? Ну, в общем-то, Антипенко. Да. Забил гол, да. Радует то, что молодой парень этот. Никишин. Да. Вот у нас с нашей молодежкой такой. Не тушуется. Играет в работе 95-го года. Абсолютно. Да. Может, что-то не получалось. Но по самоотдаче вообще. Ну, помимо самоотдачи, он правильно еще выполнял тактические действия. То есть, это говорит о том, что голова у него работает. Правильно. Направление. А то, что там ошибается. Еще что-то. Чисто вот опыта не хватает. Придя там с молодежного состава и, в общем-то, сразу профессиональный футбол не каждый играет. Вот я его поменял. Вышел такой же молодой этот. Блохничев. Небо и земля, Паша. Ну, представляется. А бегать? Ну, в футбол бегать нельзя. Надо играть. Думаю, голова должна работать, а ноги носить. В общем-то так. Ну, а так вот. Вопросы будут? Да, если можно. Александр Анатольевич, у вас в заявке сегодня две пустые графы были. А вообще с чем связаны ваши кадры проблемы? Кадры проблемы? Ну, у нас, я вам скажу, это же не секрет. У нас 15, наверное, или 17 игроков покинула команда. Достаточно серьезные. И они сейчас в других командах занимают ведущую роль. Я сейчас не буду говорить. В частности, вот Свежук Сильванов. Свежук в этом, в Долгопром Сильванов в Пензе, который тоже ставит задачу. Ну, в общем-то, это сразу ослабило. Это раз. После, что касается вот графы, мы просто не набираем. Брать кого-то, ну, просто для численности. Мы уже с этим сталкивались. Поэтому мы как-то стараемся, в общем-то, свои ошибки, которые мы делаем, их не прибегать. Поэтому мы сейчас вот остановились, да. Но вот так получилось, что мы не набрали игроков. Ну, для первой встречи нам достаточно. Сейчас будем работать. Сейчас будем, очень, усиляться. Сейчас смотрим, да, вот. В частности, вот Авдеева из Тула, который, будем говорить, не устроил Витязи или там не подошел. Вопрос немой. Вот. Но мы с ним, в общем, сейчас ведем перегород, пока мы здесь с ним разговариваем. Достигнем, будем говорить, взаимопонимания. Вот этот игрок, я думаю, должен нам помочь. Опытный. Вот. Еще кто-нибудь. Вот у вас в заявке Дмитрий Шестаков, из которого знакомый Варочес. А, он травму получил. Он получил серьезную травму в товарищеской игре, в контрольной, с долгопродной. Совершенно безобидно. На искусственном поле была передача неточная. Он за ней потянулся, ногу чуть-чуть развернул и получил разрыв в себе, в общем-то, отрыв связки и разрыв мышцы. Достаточно серьезно. Но операцию доктор Скальни не делает. Вот он сейчас восстанавливается. Но это достаточно долго. Конечно, где-то потери для нас Дима. Дима у нас, пускай он не такой работоспособный, но он много делает для футбола. У него хорошая нога. Он думает хорошо, а выигрывает умеет. Да и бить точно-то. То есть, мы на него рассчитывали. Я ведь так получил, что вот получил став, как оно есть. Так что вот так вот.